Давайте не будем в овальчике компоновать. Поставим так просто отрезочки. Это размер, да? То есть высота вот, ширина вот, поняли. Так, поделим пополам. Где пополам? Вот тут пополам. По центру, да, от отрезка к отрезку. Это у нас будет самый крупный клубочек. Этот клубочек будет примерно досюда. Ставим отрезочек. И давайте-ка нарисуем этот кружочек. Не с первого раза, возможно, у кого-то получится, но ничего. Срезайте методом среза, у вас обязательно получится. Ну вот он центр. Чуть выше центра. Ставим отрезочек. И низ клубочка будет чуть-чуть вот тут вот ниже. Вот это клубочек, капелюшечку ниже. И рисуем еще один клубочек более маленький. Давайте чуть-чуть поменьше, пусть по центру будет. Поняли? Вот по центру вот этого клубочка будет высота этого. Налетришнее стираем, чтобы нас не смущало. Никого не получается кружочки рисовать, это совершенно нормально. Налетришнее стираем. Ну вот, примерно вот такой, да? Ну вот найдем, давайте, центр у этого клубочка. Вот тут вот отрезочек. Закомпонуем овальчиком котика. Вот такие три предмета, давайте нарисуем. Простраивать котика мы сейчас не будем с вами. Нет времени. Нам бы больше цветить с этим карандашом по прошлому порисовать. Поэтому я жду сейчас. Вместе со мной будем детали рисовать. Котики у всех в связи с этим получатся немножко разные. Но это очень интересно, потому что котик тоже выдуманный, да? То есть мы рисуем нереалистичного кота. Вот, поэтому можно позволить, чтобы у всех они получились совершенно разные. Так будет интереснее даже. Кстати, вот эта работа, не знаю, как вы. У вас она у всех чудесно получилась. И вот это вот тоже сейчас у всех чудесно получится. Смотрится реально волшебно. Ее можно под рамочку поставить. Можно даже в паспорту нарядить в какой-нибудь серенькой, этом бежевая. Вот. И под рамочку повесить. Потому что оно очень классное и по-новогоднему поднимает настроение. Уже сколько вот висит. Я даже не сложила, но у меня висит. Очень интересно смотрится. Потому что стиль такой радужный. Так, все. А теперь внимательно смотрим. Не посередине, а ближе к голове. Вот голова с этой стороны будет. Вот это нам надо сделать. Изгиб. Вот так вот изгиб делаем. Сейчас сотру вот это, чтобы оно вам не мешало. Восприятие. Можете тоже стереть. Вот тут ставим точечку. И вот тут. Кружочек рисуем. Помните, я давлю, вы? Нет. Это будет наша задняя лапка. Вот тут нарисуем еще один кружочек. Чуть поменьше. Это будет самый маленький клубочек, который котик будет держать в ручках. В лапках. И вот отсюда. Ту самую лапку, которая. Вот так вот ее закругленно нарисують максимально. Которая держит. Она вот тут пошире, а вот тут чуть поуже. Вот так вот можно. Вот капелька такая. Я не люблю давить, потом приходится много стирать. Это привычнее, когда не давишь, но помните, я давлю, вы нет. Головку чуть-чуть срежем, закруглим. Вот так вот. Раз, 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 раз. Оп, и где-то, знаете, вот, это вот тут, вот, почти чуть ниже центра вот этого клубочка. Головка у нас должна вот тут закруглиться. Почему я вот тут срезала? Потому что вот это расстояние нам остается для уш. Ушки. Вот. И вот тут тоже. А тут закругленная линия, вот тут почти прямая. Не совсем прямая, как бы вовнутрь закругленная. Вот. Можно стереть вот эту всю вспомогательную линию, которая нам уже не нужна. Показываем толщинку ушек. Отрезочек ставим. А начнется он вот отсюда. Вот даже вот, вот прям от кружочка. Вот отсюда. Вот. Закругленная линия. Вот такой вот. Оп. И оно как бы должно вот тут рядышком соприкоснуться с лапкой. Вот. Ну, я думаю, что это будет стоя. Оп. И大家anch questa big Reddit. Так. Давайте�innen. У меня действительно навсегда. Я. Лишнее стираем, если где-то хочется, можно сделать покруглий при желании, где-то что-то подправить. Думайте всегда то, что у вас должно смотреться миленько, не сколько идентично, как у меня, а миленько, потому что это декоративная работа в особенности. Лапка такая, тоже придерживающая, такой овальчик. Задняя лапка, передняя, ну которая первая лапка, но она сзади. Лишнее стираем. Так, с котиком мы почти разобрались. Надо срочно приступать к таким элементам. Ну сейчас быстро глазки сделаем. Глазки от того, где вы мордочку и как нарисуете, будет смотреться мотико вашего котика. Поэтому глазки вот прям вот так вот можете провести линия тушек. Находится примерно вот на этих линиях. Такие вот. Раз, смотрите, на глазик. И сюда. Бровки. Носик. Как раз. Где соединяются вот эти линии, поняли, да? Мы их сотрем, можете нарисовать. Будет у вас носик. И пошли в полуродик. Тусиками. Вот довольный котик. Вот эту линию вспомогательную потом стираем. Вот. Так. Так. Далее. Ну пока мы внизу нарисуем какая-то веревочка тут. Видимо, котик выгрался. А, это от красной наверх. А, бусинка. Сугроб. Бусинку, мне кажется, можно лучше вот тут нарисовать. Так, тут все. Теперь снежок вот тут. Держи. Гerem. Время. То. Тихо. Отечествен. Так. То. Лишнее стираем. Книжочку вот тут. Так, так, чуть-чуть выступаем, да, то есть выступая снежочкой, немножечко за пределы. Лишнее стираем. Жду полминутки. И приступаем к домику. Ну, это когда в цвете будем делать, тогда оно все будет понятнее. Так, домик. Что касательно домика, вот эта вот самая верхняя точка, это не домик. То есть нам нужно домик поставить чуть ниже его точку, вот тут. Рисуем так две линии. Ставим отрезочки. Примерно вот такие. По центру, да, по центру клубочков стараемся максимально. И чуть-чуть такими линиями, чуть-чуть с наклоном, еле-еле, чтобы было заметно, вот сюда протягиваю. Вот тут делаем вот так. И показываем еще крышу. Ну, а на крыше у нас сугроб. Какой-то звилистый, насколько это возможно нарисовать. Сугроб срисовывать идентично не надо. Можно ровненько, можно наискость, как хотите. Я хочу наискость. Потому что, мне кажется, так интереснее нарисовать дымовую трубу. И тоже на ней сугробик. Ну, как ни крути, центр все равно нужно нарисовать у дома. Это вспомогательная линия, мы ее сотрем чуть больше. Это будет дверь. Отрезками показываем. Это будет окошечко. И чуть выше, на крыше, уже у нас будет кругляшочек. Кругляшочек рисуем. Нарисуем окошечко. Окошечко можно, кстати, чуть-чуть уменьшить. Да. Чуть меньше, чем дверь, чтобы было все-таки. Вот. А дверь. Можно сужать, потому что что-то сужено. И дверь тоже в таком случае будет немножечко сужать. Продолжение следует. 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 По такому же принципу рисуем, как в прошлый раз. Толщиночки потом подтираем, лишнее убираем. Болота. Чёрли. И нужно выделить то, что виднеется. Такая хитрая схема. Чтобы и ровненько всё было. Чистенько. Так, окна. Так. 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 Толщинку тут тоже покажем. И тут покажем толщинку. Так. 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 Так, жду полминутки и приступаем вот к этому построению. Так, ну что, давайте нарисуем веточки. Эту линию можно даже поинтереснее сделать. Вот так делаем. Так, пусть в таком состоянии находится. Вот тот, такая маленькая. И такой интересный стиль, типа елочки. Листочка такого интересного. Вот сюда тоже вот так выведем. Так. Можно. Как будто бы спереди такая же. Интереснее будет взаимозакрываемость. Так, оставим. Толщиночки небольшие тоже можно вот дать этим. Давайте так же в овальчике закомпонуем пока что, как в прошлый раз. А потом чуть-чуть подразберемся. Так. Ага. 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 Так. Так. И еще, допустим, вот тут выглядывает что-то такого же формата. Такой же. Метельки потом повырисовываем. Хотя сейчас можно сделать вот эти. От них как раз таки кое-что будет зависеть. Сильно близко не надо, сильно далеко тоже. Постарайтесь поймать какую-то середину. Сейчас поймете, для чего это. Это тоже вспомогательная относительно линия. Для чего вот, для чего. Концепт закругляем. Такие заостренные чуть-чуть. Закругленные. Делаем. Или. Как на заборах. Общак. Есть. Вот так. Есть. Хочется путь. Есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Что там важного праздничного возникнет. Ну, либо по делам. Вот. Я буду сообщать в чате. Но отменять вообще не буду. Нарисовали. И тут можно чуть-чуть... Хотя можно ничего не делать. Так. И вот кругляши. Вот это раз кругляши. На нем даже снежок чуть-чуть. Лишнее сразу потерли, чтобы не запутаться. Два кругляши. Тоже чуть-чуть снежочек может лежать на нем. Третий кругляш у нас будет с вами вот тут. И тоже чуть-чуть на нем снежок. Потерли, выделили. Третий кругляши. Вот тут кругляши. Чуть повыше, чтобы вот этой был не параллельный. Спасибо. 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 старайтесь, чтобы они не были параллельно кругляши друг другу как-то хаотично вот тут можно сделать кругляш кругляши друг другу так, я уже сейчас чуть-чуть некоторые элементы быстро дорисую и дам вам 3 минуты на дорисовку прежде чем начнем в цвете так ягодки так ягодки вот сделаем так вот такой как продолжение линии дома лучше не делать вот так сама высокая точка как раз с почками это как палочка такая интересный момент дружочки не забывайте вот эти рисовать так вот тут палочка нежок чуть-чуть даже на них так а тут как а тут вот так сделаем у кого если где-то места не хватает ничего страшного придумайте куда в другую сторону можно поставить повезти так так гирлянд тут места уже у нас нет но есть можно сделать что-то похожее так так и вот тут вот тоже ягод после этого последнее что по сути осталось это клубочка можно еще синенькую веревочку вывести сами клубочки показать что они похожи закругленные линии должны быть где-то по 4 линии 4 5 обязательно все закругленные опять лучше линии не сильно тонко не сильно толсто лучше толще чем тонешь и 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 берем красный цвет давайте и красным цветом что такой нюанс интересный вот клубочки эти и будем делать неровными по краям выделим не затерялась так и потушевываем все это давайте сильно пока не будем примерно вот таким тоном можно еще нашего котика выделить по краю что мы его случайно не закрасить и снег можно выделить и все что у нас по краю пока что подтушевываем и сегодня на акварельной бумаги рисую карандашами хочу посмотреть что получится поэтому нужно делать скидку на то что эффект чуть-чуть другой вид такой получается у вас должно быть без пробелов возможность до акварель эту работу будет делать где-то подольше так ну пока у нас это прекрасный красный цвет давайте так же заполним пространство что у нас еще красного имеется есть еще наши вот эти вот бусинки но у них есть блики их рисуем вот так вокруг подкрашиваем можно чуть-чуть поярче эти тоже вот так вот так Продолжение следует... 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 За котиком чуть-чуть потемней с плавным переходом. Вот тут потемней, вот тут чуть-чуть и вот тут тоже чуть-чуть. Вот что получается. Хорошо так. Кстати, вот эта ниточка, она как раз красная идет, поэтому можно ее тоже вот так вот сейчас. Так. Теперь давайте желтый. Бусинки возьмем и сделаем вот эти бусинки. Также с бликами. Бусинки. 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 ну тут давайте вот так сделаем пока что не трогаем эту зону берем охру охра это светло-коричневый чуть-чуть надо показать вот тут объемчик не в самом низу, а вот как бы не доходя вот таким вот чудным способом что тут что тут карандашик надо подключить и этим же охристым цветом вот подтушевываем все здесь единственное давайте так же сделаем иначе совсем потеряется и наверное сделаем темно-коричневый другой коричневый мы им сейчас выделим эти полосочки и подтушевываем вот к желтому цвету который у нас плавно переходит все И по краям также старайтесь неровно делать. Так. Этим же чудесным похористым цветом закрасим сейчас наш домик. Вот, кстати, забыла закруглить, закруглённо. Это красиво. Тёмно-коричневую вот эту часть. Чуть-чуть можно добавить этот цвет охрой, чтобы поплотнее было. Но остальное охрой. И не давим. Единственное, надо выделить какие-то моменты. Опять. Чтобы их не закрасить. Продолжение следует. Сделали. И вот тут коричневый. Вот тут вот. Так же, как здесь. Хотя сейчас попробуем. Может быть этим. В принципе, видите, можно. Можно темно-коричневым отверстили. Во-первых, подающую тень. Отсюда. Плавным переходом. И так же между. И оттеняем то, что ближнее. Оставляем то, что заднее. Чуть-чуть подтушевываем. Не полностью, а только от края. Похитрый, но очень-очень важный, полезный момент. Дальше. Субтитрыaren. И так же. КОНЕЦ. И так же. Так. Еще труба. Обязательно вот тут подтенить. Тёмно-коричневым. И можно подтенить чуть-чуть вот тут. Также вот эта дверца к тёмно-коричневым частично мы ее выполним. Так. У меня есть такой тёмно-коричневый, либо он красновато-коричневый. Она называется. Я вот это им сделаю. И вот тут тоже. Другой. Это даже интереснее. А к низу охрочку. И чуть-чуть надо потемнить снизу. На коричневый. Что касательно окна. Чуть-чуть. Чуть-чуть наверх надо выделить. Тёмно-коричневый можно подкрасить. с фиолетовым сверху. С фиолетовым сверху. Значит, это можно чёрным. Пока не тот момент, можно справиться своими силами без чёрного. Синий. Вот видите, добавила уже эффект такой тёмный. Но кто хочет упростить, разрешаю здесь чёрным. И еле-еле вот так чуть-чуть душа в текеле, чтобы светлее было, чем вот это покрыть. Тут какие-то сердечки можем раз синим сделать. Сверху. Чуть-чуть выделить по краю. Кстати, этим же чёрным цветом. Коричневый выделяем тут. Это мы сделали. Теперь даём зелень. Хотя можно голубеньким дать. Голубеньким. Давайте вот так вот. Это наш шарик. Выделяем. Выделяем. Конечно же, выделяем. Можно сначала выделить. В зависимости от работы. Выделяем. Кто-то короткий. Он висит. Увидимся с них. Увидимся с вами. Голубенько. Подпишись. Увидимся с вами. Увидимся с вами. Темняем по краям. Ну не по краям, а там где у нас нет полосочек. Ну и по краям тоже, видите, я потемнела. После чего, как показывала ранее, по такой же схеме выделяем. Продолжение следует. Да, босинка вот эта, тоже синий, поддержку. И плечо. Также тень показывает с противоположной стороны блик. Так, в принципе, можно сразу показать. Сейчас я остановлюсь, чтобы вам дать время. Покажу снежочек, что делать. Я остановлюсь и дам вам минутки на доработку. Мы уже делали с вами снежочек. Делаем плавные переходы. Чуть по-своему сделаем. Так. Продолжение следует... 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 И вот эти штучки на концах. Продолжение следует. Продолжение следует. Это можно было бы синим сделать. Продолжение следует. 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 а вот эти можно но вместе с синим кем-нибудь на перевес эксперимент можно и синеньким местами этим же фиолетовым потушевать в принципе нормально ну местами можно и Продолжение следует... 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 Так, осталось проработать вот эти какие-то детальки, волосочки и котика. Котик у нас такой коричневатый, серо-коричневатый. Есть ли у вас такой цвет? У меня вообще серый есть. В принципе, сейчас проверю. Не совсем подойдет. Но можно попробовать все равно. Так, если серым. И когда потеряется наш котик. Лучше тогда коричневатым. Если кто-то очень хочет, можно еще персиковым сделать. Мне кажется, если есть у вас такой цвет персиковый. Можно, мне кажется, еще оранжевым его сделать. Я делаю, наверное, все-таки коричневым. Штрешочками. Во-первых, обвести, наверное, надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так. Тоже стараемся покруглее делать. То есть не просто прямые линии, а вот кругленькие. Потому что все-таки это цилиндрическая форма. Хотя можно сделать вот так, серый с коричневым. Так. Вот тут посветлее штришок даем. Как бы намек на полосочке. Так. Вот тут чуть-чуть потемнить. Вот тут не чуть-чуть, посильнее потемнить. С плавным переходом. Вот тут потемнеет, но с плавным переходом. Так. Чуть-чуть потемняем. Лапку можно посильнее потемнить. С плавным переходом. Так. Еле-еле штришок даем. Так. Я добавляю селенькие, а вот по ситуации. Так. 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 Не сливалось, выделилось синим. Писо. Ну, возможно, даже вот тут надо добавить синий, но лучше такой какой-то, не такой синий, вредный. И вот тут надо тоже потемнить с плавным переходом почти до центра. Спасибо. 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 Так. Носик тоже розовенький. Ну, надо его чуть-чуть подтягивать. Ну, теперь остались нам темные моменты. Вот эти вот полосочки всякие какие-то. Темно-коричневые. Потом еще синеньким добавлю. Так. 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 Париж, не верно этот. Этим же синим можно чуть-чуть дать на ягодках тень. Только рефлексы оставляйте, ведь тень не всегда скрадаю. Вот у нас получилось КТ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видео скину. Если хотите, могу пока что оставить на 3 минутки, дорисуйте. Все, я закончила, давайте оставляю на 3 минутки. Продолжение следует... Видео скину. Видео скину. Видео скину. Видео скину. Один опит... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...